В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дирекцион НОРД, духовой оркестр Саровской дивизии, принял участие во Всероссийском фестивале. Тетради, ручки, рюкзаки. На что обратить внимание при выборе концтоваров для школы. Поп, джаз и R&B саровчан приглашают на вечер хорошей музыки. Далее расскажем обо всем подробно. Саров станет площадкой для очередного пилотного проекта. Наш город посетили представители Пенсионного фонда России и Федерального казначейства. Они провели рабочее совещание с саровскими специалистами администрации в области бухгалтерского учета, информационного обеспечения и социальной защиты. Что это за проект и какие изменения ожидают саровчан в скором времени, расскажем далее. До настоящего времени информация, касающаяся мер социальной поддержки населения, находилась в ведении различных ведомств и была недоступна в оперативном и актуальном режиме. Но с 1 января этого года вся информация о соцобеспечении, мерах поддержки, гарантиях, выплатах и компенсациях каждого гражданина вносятся в единую государственную информационную систему социального обеспечения, сокращенно ЕГИСО. Работа с этой системой, по словам представителей Пенсионного фонда и Федерального казначейства, позволяет заниматься этими вопросами более централизованно. Подсистема будет позволять проводить весь процесс от начала обращения гражданина за установлением выплаты, ввода туда соответствующих документов, установление самой выплаты, формирование выплатных документов. И даже дальше, непосредственно, прямо с системой ЕГИСО будет формироваться распоряжение, которое будет поступать в федеральное казначейство. Для проекта было выбрано два вида выплат – пособия для инвалидов и малоимущих граждан. Основная задача, стоящая перед нашим городом – осуществить на практике перевода через систему ЕГИСО. Но проводить выплаты таким образом будут только обладателям карты МИР. НСПК МИР, взаимодействуя с банками со всеми, их сейчас 300 банков, подключенных к данной системе, будут проверять валидность карт. То есть, действительно ли она на настоящий момент или нет. И сразу же после поступления сообщения о банке, что данная карта действительно, что она не потеряна, не закончила свое существование по сроку годности, на эти карточки гражданам будет зачислена соответствующая сумма. Фактически весь процесс занимает два часа. Для тех, кто использует другие платежные системы, процесс выплаты пособий останется прежним. У подобной системы выплат есть еще одно весомое преимущество. Каждый уровень и каждое ведомство ведет свой учет по получателям выплаты объемом. А значит, получить целостную картину по расходам на конкретного человека практически невозможно. Но система ЕГИСО призвана решить эту проблему. По задумке авторов, в рамках этого проекта решится и вопрос контроля выплат. Если человек по каким-то причинам получает двойное пособие, которое ему не положено, система зафиксирует этот факт. Таким образом, все денежные средства, выплачиваемые льготникам, можно будет распределять гораздо эффективнее. За последние полгода сотрудники Саровского УВД завели около 50 уголовных дел по статье «мошенничество». Большинство из них – так называемые дистанционные, когда злоумышленник обманным путем получает денежные средства с помощью интернета. Несмотря на то, что горожанам не раз рассказывали о всех существующих схемах мошенничества, они по-прежнему становятся жертвами злоумышленников. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть осторожнее и не приводить деньги незнакомым людям. По-прежнему один из самых распространенных видов мошенничества – обман в интернет-магазинах. При этом жертвами злоумышленников становятся уже не бабушки и дедушки или подростки, а жители нашего города средних лет. Мужчины в основном заказывают детали на автомобиле, женщины что-то из парфюмерии, одежды. И по итогу получается, что отправляют денежные средства, а товар, который они заказывают, не приходят. Но в последнее время участились и другие формы вымогательства денег, на которые, казалось бы, уже давно никто не должен реагировать. Люди находят объявления гадалок-экстрасенсов, которые обещают помочь решить любые жизненные проблемы и исцелить от любых болезней. Ступают с ними, если это сеть интернет, то в переписку, если это телефон, то в телефонные разговоры. Последние обещают им совершить какой-то либо обряд, который поможет им либо с исцелением, либо наведет в семье порядок, что семья будет счастливой и хорошо. Но за свою услугу они просят перевести денежные средства, за оказанный тот или иной обряд, ту или иную приведенную процедуру. Пообщавшись с псевдолекарями, многие все-таки приходят к выводу, что эти люди обычные шарлатаны. Но находятся и те, кто верит в их магические способности. Так, одна саровская семья совсем недавно перевела на счет экстрасенса более одного миллиона рублей. Но помощи так и не получила. Сотрудники саровской полиции в очередной раз призывают граждан быть внимательнее и осторожнее. И не перечислять свои деньги незнакомым людям. А людям, которые хотят получить ту или иную медицинскую помощь, обращаться к традиционной медицине, а не верить обычным шарлатанам и мошенникам, которые пользуются их доверием. Что касается интернет-магазинов. Прежде чем оформить тот или иной заказ, узнайте, как долго он существует, и поспрашивайте у знакомых. Может, кто уже покупал вещи в этом магазине. И только после того, как вы соберете максимум информации, можете смело совершать покупку. Пенсионеры при изменении места жительства получат возможность в электронной форме уведомлять пенсионный фонд о своем переезде. Сделать это можно будет через специальный сервис в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Сервис будет запущен до конца года. Для получения большинства электронных услуг Пенсионного фонда необходима подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг. Те, у кого ее нет, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию. После регистрации в личном кабинете посещать отделение ПФР уже не придется. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Четыре брошенных автомобиля могут отправиться на свалку. Департамент городского хозяйства обращается к владельцам брошенных и разокомплектованных автомобилей «Москвич» ВАЗ-2104, «Ауди» и «ГАЗ-3302», находящиеся на территории города с рекомендацией убрать свое имущество до 4 сентября. В противном случае машины будут эвакуированы на платную стоянку МУК КБУ, а затем утилизованы. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-29. До конца ноября в Сарове отремонтируют дороги. На сайте госзакупок появилась соответствующая заявка. Цена контракта – 21 миллион рублей. Планируется отремонтировать улицы города, проезжую часть, тротуары, лестничные сходы на дороги и газоны. Среди ключевых объектов значатся улицы Силкино, Садовая, Менделеева и Балыковская. Помимо этого отремонтируют лестничный спуск на проезде театральные и две автобусные остановки. С полным перечным работ можно ознакомиться на сайте госзакупок. Ремонтные работы планируется провести с сентября по ноябрь этого года. С 18 по 19 августа в городе пройдет чемпионат по дартс. В программе «Пятиборья» личный мужской и женский турниры, парный мужской и женский турниры и командный турнир. К участию приглашаются все желающие. Соревнования пройдут в СК «Прогресс» по адресу Проспект Музрукова-2. Начало турнира в субботу в 11 утра, в воскресенье в 9 утра. Лето заканчивается, а это значит, что у родителей наступает время собирать детей в школу. К началу учебного года и первоклассники, и школьники постарше должны быть во всеоружии. Тетради, ручки, пластилин, краски. Выбрать все это – кропотливый труд. Главное – не растеряться в огромном выборе канцелярских принадлежностей. На что обратить внимание при выборе констоваров, расскажем в следующем репортаже. Меньше чем через две недели для этих девочек вновь прозвенит школьный звонок. И если для Валерии сидеть каждый день по шесть уроков – дело привычное, то вот маленькая Алиса впервые сядет за парту. И выбирать канцелярские принадлежности для нее занятие не только интересное, но и ответственное. Первым делом девочки отправляются смотреть тетради. Специалисты советуют брать не только однотонные тетрадки, но и с изображением персонажей любимых мультфильмов. Ребенку будет интереснее заниматься, глядя на своего героя, чем просто зелененькую тетрадку. Это на усмотрение родителей. Школьникам постарше тоже есть из чего выбирать. Но, как правило, чтобы ребенок подолгу не рылся в рюкзаке, они предпочитают предметные тетрадки. Кстати, в конце каждой такой тетради есть шпаргалка с основными формулами и правилами. Следующее, чему стоит уделить внимание – это пеналы. Для младших классов, конечно же, удобнее два-три отделения, чтобы было. В один отдел вы положите карандашики и фломастеры, а в другой отдел уже ручки, простые карандаши и линейки. Для старших классов выбирает уже пенал-тубус. Пора наполнять пенал. При выборе ручек главное, чтобы ребенку было удобно держать их в руке. Паста не должна вызывать затруднений при письме и легко ложиться на бумагу. В младших классах одни из самых важных предметов – рисование и труд. Поэтому обязательно купите малышу цветные карандаши, краски, альбом для рисования. Ну и, конечно, самое главное, без чего не обойдется ни один школьник – это рюкзак или ранец. С младшей класса вам нужен рюкзачок с артопической спинкой, жестокаркасный. Там у вас все вещи, не помнутся ребенка, тетради станут в целости сохранности. А вот для ребят постарше – большой выбор рюкзаков. У них, как правило, мягкая спинка, которая удобно ложится по спине и не доставляет школьнику дискомфорта. К выбору ранца для первоклассника стоит подходить с особой ответственностью. От этого во многом зависит здоровье ребенка и его безопасность. Также нужно обратить внимание для младших классов – рюкзачки со светоотражающей лентой. Сейчас на многих рюкзаках уже она имеется. Очень важно, чтобы ребенка было видно водителем на пешеходных переходах. Когда светоотражающая лента светится, конечно же, водитель обратит на это внимание. А еще необходимы линейки, папки для тетрадей и множество других мелочей. Если вы еще не собрали своего ребенка в школу, самое время это сделать. Саксофон, труба, флейта. Даже в армии всегда можно найти время для творчества. И духовой оркестр Саровской дивизии – прямое тому доказательство. Коллектив регулярно принимает участие в городских праздниках, посещает детские дома и даже участвует в различных конкурсах. С 27 по 29 июля в Архангельске прошел фестиваль «Дирекцион Норд». В нем приняли участие более 100 музыкантов в составе 11 коллективов со всей России. В том числе 6 профессиональных военных оркестров из Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Как говорил один киногерой, все приходящее, а музыка вечна. Музыканты Саровской дивизии в очередной раз подтвердили это своим участием в фестивале духовых оркестров в Архангельске. Ради участия в празднике, посвященном Дню военно-морского флота, они отложили отпуска. После командировки прошло уже больше двух недель. Оркестр немного отдохнул и снова приступил к подготовке к очередному выступлению, но уже на родной сцене. Поучаствовать в таком большом мероприятии, это, конечно, и опыт большой для музыкантов, и для меня, как для руководителя. Ну, в общем, заряд положительной энергии, эмоций и дальнейшего профессионального роста, конечно. Три дня в Старизе-Поморье были насыщенными. Сначала репетиции, затем выступления. По словам Павла Мишалкина, дивизионный оркестр показал все, на что способен. Каждый из участников внес свой вклад в успешное выступление перед публикой. Дирижер отметил отзывчивость и доброжелательность жителей Архангельска. Подходит, очень, говорит, понравилось. Благодарили прям душевно. Ну и музыканты тоже выложились. Надо большое сказать спасибо, что играли с душой, играли с самоотдачей. Участие в фестивале для солиста оркестра Александра Курносова – это возможность перенять опыт у музыкантов из других эстрадных коллективов. И на будущее он сделал для себя отметки о репертуаре выступления и манере подачи. Все это он уже воплощает в жизнь при подготовке к очередному концерту. Для того, чтобы был творческий рост, я считаю, прежде всего в коллективе. Потому что, когда люди общаются, смотрят на другие коллективы, и для себя что-то новое черпают из этого. Фестиваль оставил у музыкантов не только теплые воспоминания, но и установил новую планку для творческих свершений. И хотя они военные музыканты, репертуар оркестра включает в себя не только строевые песни и марши. Оценив свои возможности на фестивале «Дирекцион Норд», дирижер готовит своих подопечных к новым творческим командировкам. Поп, сол, джаз, арен, би, рок, лаунж. Известные и многими любимые композиции в живом исполнении воскресным вечером 19 августа прозвучат в праме. Саровская исполнительница Екатерина Голубовская готовит для горожан приятный сюрприз. Двухчасовую программу, рассчитанную на ценителей качественной музыки. Пока это первый подобный концерт в клубе, но вполне вероятно, такие мероприятия станут доброй традицией. До выступления полторы недели Екатерина тщательно прорабатывает свой репертуар поп, сол, джаз, арен, би, рок, лаунж. Композиции исполнительница подбирает так, чтобы угодить всем гостям музыкального вечера. На любой вкус и цвет. Преимущественно спокойная, поскольку мы хотим создать обстановку для людей, чтобы они могли спокойно пообщаться, покушать. Но также, если они захотят потанцевать, обязательно что-нибудь найдется. Программа, которую планирует Екатерина, живая. Это значит, что вокалистка, чувствуя публику и реагируя на ее желания, будет варьировать репертуар выступления. Гостей клуба ресторана «Прайм» ждет по-настоящему атмосферный и теплый вечер. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка. Что еще нужно для идеального воскресного вечера? Нам нравится обстановка. Здесь, мне кажется, отличная атмосфера, подходящая для и живой музыки, и чтобы люди отдохнуть могли. Совместный музыкальный проект ресторана «Прайм» и вокалистки Екатерины Голубовской. Акция не разовая. Такие вечера живого звука обещают стать доброй традицией. И, как уверяет сама Екатерина, программа выступлений будет все время меняться. Пока только, можно сказать, сольная программа. А в дальнейшем, надеюсь, если это переживется все дело, мы будем приглашать еще различных творческих людей. Воскресенье, 19 августа, 18.00. Живой звук в клубе-ресторане «Прайм». Заказ билетов – 31.345. Бронирование столов – 6.75.05. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями Горда на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова